Ливийцы. Фильм 2. Начнем работу по созданию ливийских воинов в армии Карфагена. Для начала из наборов карфагенской пехоты от звезды возьмем ливийцев. Вырезаем модельку с литникой. По краю фигурки идет выступающая полоска. Это обычное явление для военно-исторических миниатюр, получаемых при помощи литья. Она портит вид модели. Особенно сильно ее будет видно после окрашивания фигурки. Поэтому я ее удаляю. Работу модельным ножом. Процесс этот долгий, поэтому не вижу смысла его показывать полностью. Обращу ваше внимание на то, как я держу нож. Лезвие постоянно прижимаю к среднему пальцу правой руки. Этот хват снижает холостой ход ножа при соскальзывании по пластику. Такая техника удержания инструмента снижает в разы вероятность пораниц лезвию. Резать пластик нужно уверенно, но не торопясь. Соблюдайте правила техники безопасности. У меня получилось 6 фигурок. Смотрим результат. Ставить их в один отряд не будем, чтобы получить разнообразие пост воинов. Головы четырех фигурок потом поменяем местами с воинами из других отрядов. Но про это поговорим в следующем фильме. Нам нужно 10 воинов с головами, на которых гребень из волос. В наличии только 6 таких голов. Откуда взять недостающую голову? Нужны наборы военно-исторических миниатюр, в которых на воинах нет шлемов. Отлично подходит набор фирмы Италери, индейские воины. Воины эротерской лиги похожи на левийцев, хоть их разделяет 2000 лет. Естественно, нужно доработать модели, но головы то, что надо. В руках у меня слева идеи, а справа левиецы. У левийцев были как набедренные повязки, так и туники. По крайней мере я нашел такие реконструкции внешнего вида воинов. Туники не подпоясывали ремнем по карфагенской моде. Можно использовать для создания левийцев такие вот фигурки. Это Зулусы от фирмы Италери. Плюсом является то, что они почти голые и у них легко удалить ножом ненужные нам элементы одежды и экипировки. Сначала я изучаю модели. Представим себе, какую фигурку можно переделать в левийца. Какая будет у нее поза, чем она будет вооружена. В данном случае нам важно смотреть на голову солдатиков. Левийские племена отличались друг от друга по прическам и нужно выбрать фигурки, которым прически будет легче всего сделать. Нам нужны такие модели, которые не имеют на головах шлемов. Это нужно для того, чтобы легко можно было делать различные прически. Выбрав подходящую модель, вырезаю фигурку из литника. Грубую работу можно делать строительным ножом, чтобы не тупить лезвие модельного ножа. Полученные модельки расставляем по отрядам. На данном этапе деление на отряды достаточно условное. Все отряды готовы. Напомню, что нам нужно 4 пеших отряда по 6 фигурок в каждом и 1 отряд кавалерии из 4 всадников. Фигурки стоят на монетках, пока что я к ним их не приклеиваю. У нас есть еще одна проблема. На 28 фигурок есть всего 8 щитов. Взять круглые щиты мне неоткуда, поэтому сделаю я их из пластика. Беру пластмассовую крышку, обрезаю края, разлиновываю ее. Делаем квадраты с сантиметровыми гранями. Вырезаем квадраты. Из них ножницами вырезаем круги. Сложно обрабатывать края. Идеально круглые у меня не получилось. Мне кажется, это не сильно критично, так как щиты обтягивались шкурами и не имели защитной металлической кромки. Наверняка они не были идеально круглыми в реальной жизни. Край можно частично подправить выжигателем по дереву. Теперь нужно сделать крепеж для щита. От проволоки отрезаем кусочки и выгибаем их в букву П. Один конец буквы должен быть длиннее другого, так как так легче потом будет вставлять их в щит. Берем заготовку щита. Шилом делаем два отверстия. Вставляем проволоку. Подгибаем. Получился штырь. При помощи него щит можно прикрепить к фигурке. Проблема нехватки щитов решена. У меня на руке лежат четыре коня. Фигурки из желтого пластика взятые из набора немедийской кавалерии от звезды. Кони из пластики телесного цвета я брал из набора македонской кавалерии от той же звезды. Обращу внимание на то, что в науке неизвестно какой была кавалерия у левийцев и в частности у племени Агермахидов. Есть упоминание у Деодора, что левийцы используют колесницы, запряженные четырьмя или двумя конями. Ко времени пунических войн колесницы уже не применяются, но кочевники явно не отказались от коней, значит они стали ездить на них верхом. Вопрос, как выглядела конская сбруя? Как гипотезу предлагаю использовать эллинистическую и нумидийскую сбрую. Это были соседи левийцев и они имели хорошую кавалерию. Левийцы могли их копировать, поэтому я взял по два коня из каждого набора. В следующем видео я покажу, как делать конверсии модели и крепить всадников к коням. Смотрите, будет интересно. Понравилось видео? Тогда поддержи автора. Перечисли любую сумму от 100 рублей на его счет. Реквизиты указаны в описании к видео. Чем больше ваша поддержка, тем больше видео появится на этом канале. Заранее благодарю. Жми сюда и смотри интересные видео. Не забудь поставить лайк, подписаться на канал. Субтитры сделал DimaTorzok